Сумма детского пособия С 19 евро 18 центов до 38,36 евро А в 2017 пособия планируется увеличить почти до 60 евро Правда не только центристская фракция озаботилась данным вопросом И после того, как мы поняли, что тактика социал-демократов Когда они просто потребовали в ультимативной форме увеличить три раза детское пособие И вот мы там сидели три дня и три ночи, как в той сказке Ничего не высидели И в какой-то момент, когда происходят такие конфликты в политике Нужно, чтобы какая-то третья сила, что ли, да, предложила свое решение проблемы Пособие детское, правда, никуда не годится Оно не менялось 10 лет За эти 10 лет покупательская способность сократилась в полтора раза На продукты питания цены выросли на 60 с лишним процентов То есть деньги, которые, может быть, еще как-то были деньгами Теперь уже совершенно какая-то несерьезная какая-то сумма Вопрос детских пособий стоит на повестке практически каждый год Но особенно остро его начали обсуждать с 2012 года Правящие партии предлагают повысить детское пособие только тем семьям, которые в этом больше всего нуждаются По мнению реформистов, это семьи, где двое взрослых и двое детей С доходом не более 600 евро в месяц При этом ходатайствовать об увеличении пособия семьям придется раз в три месяца И оно будет засчитано в общий доход семьи Что повлияет на выплату социальной дотации по бедности Такое предложение было озвучено и в этом году Есть конфликт такой мировоззренческий у нас, скажем, с правыми партиями Они считают, что детские пособия вообще надо платить не всем Не всем они нужны Ну, скажем, мне детская пособия 19 евро действительно не нужна в этом смысле А для кого-то это необходимость жизненная Но у наших правых партий не хватает духу пособия отнять всех И сделать его только тем, кто в этом нуждается Поэтому мы постоянно балансируем на таком, как бы, на краю Мы считаем, что детские пособия должны получать абсолютно все Вне зависимости от того, богатые там родители, бедные там родители и так далее Вообще не делать детей, стихбутизировать с детского сада, с пеленок Тебе положено, тебе не положено Надо давать всем Эстония, к сожалению, не является образцом для подражания в части поддержки семей Если в развитых странах в эту сферу государство выделяет в среднем 3-4% от ВВП У нас же в лучшем случае один Таким образом, рост дотации почти в три раза станет хорошим подспорьем для семей Сегодня предложенные 60 евро – внушительная сумма Но, возможно, уже к 2016 году, учитывая рост инфляции, и они будут выглядеть смехотворно Но борьбу продолжать нужно Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал Продолжение следует...